Приветствую, зрители моего канала! В этом обзоре речь пойдет о кинокартине 1974 года, иначе мы рассердимся режиссера Марчелло Фондатто. В далеких 90-х первый канал показал небольшую ретроспективу фильмов Серджио Карбуччи «Чет и нечит» и «Кто найдет друга, обретет сокровище». В главных ролях значились Теренс Хилл и Бад Спенсер. Сюжеты картин были просты и ненавязчивы, но харизма главных героев просто зашкаливала. А главное, в этих картинах добро побеждало зло, и не просто побеждало, а побеждало крепкими кулаками. В картинах был отменный и веселый мордобой. Видеокассеты с этими фильмами затирались до дыр и быстро переходили из рук в руки. Позже НТВ показало еще один фильм с участием этих актеров «Иначе мы рассердимся». Картина была снята в 70-е годы. Режиссер Марчелло Фондатто 10 лет назад выступил сценаристом на фильме Марио Бава «Три лика страха» или «Черная суббота». Жанр кинокартины «Иначе мы рассердимся» комедийный боевик. Фильм снимался в Италии и Испании. Одновременно со съемками этого фильма итальянский продюсер Дино де Лорентис снимал актеров в другой комедии «Подставь другую щеку». Съемки шли напряженно, актерам приходилось разрываться между съемочными площадками, но оба фильма вышли просто замечательными. По сюжету этой картины весь сыр-бор разгорелся из-за машины «Дюнбагги», которую по иронии судьбы на автогонках одновременно выигрывают автомеханик и мотогонщик. Поначалу они не могут ее поделить. Масло в огонь подливает местный мафиози, который послал своих бойцов разгромить бар, где находились мотогонщик с автомехаником. Бойцы мафии гробят спортивный трофей двух победителей. Не соглашаясь мириться с произошедшим, автомеханик и гонщик объединяются против нервного мафиози и в ультимативной форме требуют от него возмещения ущерба. Мафиози в исполнении актера Дона Шарпа поначалу вроде готов уступить, но тут в дело вмешивается его личный психоаналитик с немецким акцентом в исполнении Дональда Плезенса. Он запрещает мафиози идти на поводу у ребят, так как это, по его словам, проявление слабости и способствует рецидиву раздражительности, главаря мафии. Мафиози отказывается возмещать ущерб, о чем он естественно не раз пожалеет. В конце концов у итальянской мафии опустятся руки и они наймут даже наемного убийцу, который также вскоре будет выставлен идиотом. В фильме очень много погонь, музыки и безудержного веселья 70-х. Отличный повод провести вечер в компании непобедимых героев комедийных боевиков, которые, к слову, вместе снялись в 19 фильмах. Этот экранный дуэт далеко оставляет позади тех же Пьера Ришара и Жерарди Бардье. Этот актерский тандем начинался со спагетти-вестернов производства Италии, а затем актеры просто взяли и перенесли своих персонажей в 70-е-80-е. Музыку к фильму написали Гвида и Маурицо де Анджелес, будущие мастера Итало Диско и короли написания саундтреков в итальянской киноиндустрии. У фильма очень много фанатов, в основном в Германии, где этот кинодуэт стал настолько культовым, что актерам посвятили даже свой ежегодный фестиваль. Фильм не стареет, он по-прежнему весел. Там действительно есть над чем искренне посмеяться. Это классика итальянского кинематографа. Например, сцену драки в тренажерном зале можно пересматривать вновь и вновь. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!